Повестки дня сегодня – стратегия развития Гродненской области. Еще в советское время Гродненщина справедливо считалась одним из лучших регионов огромного Советского Союза. Нашу область всегда ставили в пример, а я ее считаю, и я много раз бывал в те времена здесь, это была самая лучшая область Советского Союза, образцовая область. Сюда приезжали учиться, особенно в область сельского хозяйства. Принято, что и в новейшей истории, в истории нашей Беларуси, тенденция эта сохранилась. В частности, за 5 лет быстрее, чем в целом по стране, у вас росли валовый региональный продукт 105% по области и 103,5% по республике. Производительность труда 113% по области против 108% по республике. Рост экспорта товаров за прошлую пятилетку по области составил почти 142%, а по республике только 109%. И в нынешнем непростом году Гродненщина занимает одни из первых мест, как по темпам роста экономики в целом 105,5%, так по производству продукции промышленности почти 121%. Сельского хозяйства 101,6%. По строительно-монтажным работам, рентабельности продаж, чистой прибыли, вводу в эксплуатацию жилья и так далее. Тоже лидирующая позиция. Несколько недель назад началась полноценная работа первой белорусской атомной станции. Строительство атомной станции – самый масштабный в истории нашей страны объект. Его значение для обеспечения энергетической безопасности и в целом для развития экономики просто колоссальное. Тем не менее, у Гродненщины, как и у Медали, есть две стороны. О той парадной, где все идет неплохо и важно лишь не снижать темпу, я только что сказал, но не случайно наша встреча проходит здесь, в Свисловичском районе. Ваш регион – один из тех, которому с легкой руки правительство присвоили статус территории, отстающей по уровню социально-экономического развития. К этой же категории отнесли Зельбинский район, но я бы сказал иначе. Это перспективные районы, которым требуется грамотная стратегия, нацеленная на опережающее развитие. Перед правительством, напоминаю, и губернаторами поставлена задача определиться с точками роста как в районах, так и в целом по областям. То есть каждый губернатор должен достать и положить народу в подарок крупный инвестиционный проект в течение пяти лет. Ну, в Гродненской области вырисовывается объект по строительству нового азотного комбината, целый комплекс. Но молодой, новый губернатор, он должен подумать еще об одном таком среднем проекте в Гродненской области, именно личном, можно сказать. Потому что это больше республиканский будет проект. А вот председатели райсполкомов должны подумать, что они оставят после себя. Объект, которым вы должны будете гордиться. Надо организовывать производство с высокой добавленной стоимостью. Надо организовывать производство, от которого мы можем получить максимум дохода. Просто так, чтобы людей занять, нам уже такие производства не надо. Надо строить те объекты, на которых будут заняты наши люди, будут получать нормальную заработную плату, минимум в три раза выше, чем средняя по республике. И самое главное, чтобы тот ресурс, которым мы обладаем, особенно лес, земля и так далее, чтобы это было переработано, получена продукция. И с большей добавленной стоимостью, с большей пользой для нас, для белорусов, была произведена эта продукция и продана. Когда вы запустите и построите вот этот комбинат деревообрабатывающий, ну, может быть, где-то в Слониме или здесь, мебельное производство, я уверен, что совершенно другой вид будет иметь Свисловский район. Но смотрите, чтобы не оттянуть людей сельского хозяйства, потому что сюда потребуется немало людей, у нас всегда были проблемы, что-то построим промышленное, и люди с деревни поехали сюда. Смотрите, тут надо баланс соблюсти, ни в коем случае нельзя оголить село. Гродненская область – это жемчужина в сельском хозяйстве, жемчужина. Мало того, что тут земли более-менее, так тут люди, школы сохранились целые. Надо снять в этой пятилетке проблему вот зарплата, зарплата. Если мы за пятилетку 700-800 долларов по среднему по стране будем иметь, это будет неплохо, а тысячу – прекрасно, среднее по стране. Мы сегодня обсудим всесторонние точки роста для Гродненской области. Кратко губернатор нам доложит каждую точку, что он даст на выходе к концу пятилетки, какой будет эффект. Я хочу, чтобы вы понимали, идет новое поколение. Но наше поколение, если оно сейчас не заложит основу, я уже об этом говорил, то новому поколению будет очень тяжело. И будут ли они это делать – вопрос. Вы же видите, вон у нас новое поколение беглых. Они о чем говорят? Как это отобрать и поделить? Они не говорят о том, что надо производить, что надо сеять, убирать, какие-то проекты создавать. Да нет, приватизация. И надо же будет рассчитаться за содержание, то, что их там содержат. Поэтому ни в коем случае страну нельзя никому отдавать. И, Василий Николаевич, вас касается управительства, Дмитрий, надо принять решение о закрытии этих свободных экономических зон. Я имею в виду, что больше мы их не расширяли. Только точечным порядком. Надо там высокие технологии привезли. Пожалуйста, мы предоставим вам ту же льготу, что свободно этой зоне. Ну, не надо нам расширять эти зоны и по всей стране их создавать и ставить неравные условия предприятия. Продумайте и ввести предложение, чтобы мы прекратили эту практику. Не так много у нас таких инвесторов, не так много, которым надо будет предоставить льготы. Или помочь по сырью, там, вот как древесине и так далее. Мы можем в частном порядке это сделать. И еще один нюанс. Вы видите, какие у нас отношения с литовцами и поляками. Ни в коем случае это не должно перейти на бизнесменов и народ. Литовцы и поляки, украинцы, они ведь не виноваты в том, что происходит. Мы не должны столкнуть интересы, допустим, польского населения, актуально для Гродно и Бреста, с поляками, которые живут по ту границу. Людям не нужна драка, людям не нужна война. И нам тем более. Поэтому смотрите, чтобы у нас не было вот этих трений на межнациональной почве. Надо думать в связи с этими санкциями о диверсификации. Не надо страдать, что нам некуда продавать. Поэтому обрушения быть не должно. Пугать нас в этом плане не надо. Выдержим. Есть с кем работать. Что касается, губернатор несколько раз сказал, что Свистовский район это депрессивные районы. И считались раньше. Никаких депрессивных районов быть не должно. Никаких. Это нормальные такие районы, которым мы должны уделить первостепенное значение. Продолжение следует.